Уилья Маккан, еще один схоласт, довольно радикальный средневековый. В принципе, это ученик Дунца Скотта, то есть там все вот это самое продолжается в Англии. Отрицание объективности существования идей. Но такая теория сложная, я ей не следую, так как я наоборот считаю, что существуют только слова и соответственно только идеи. Но, с другой стороны, она использовалась длительно для критики религии. По сравнению с тем, что творили схоласты типа Фомы Аквинского, это определенный прогресс, потому что это критика. Но это, в общем, английская философия такая, критическая по отношению к рассудку и опирающаяся на восприятие. Сам Маккан в 1285 год родился, он обучался в Оксфорде. У Дунца Скотта как раз потом преподавал в Париже теологию и философию. И он постоянно придерживался вот этого крайнего номинализма. То есть существуют только индивидуальные объекты, а все абстрактные, то есть слова, которые их описывают как какие-то общие понятия, они существуют только в уме, то есть не существуют реально. С точки зрения платонизма, наоборот, существуют только понятия, которые вещи описывают, то есть вещи существуют только в той степени, в которой она может быть описана, а сама по себе не существует. То есть там нет, все наоборот. В то же время, хотя такие взгляды у него в философии в целом реакционные, на мой взгляд, в политике он был, наоборот, сторонником прогресса. В частности, он был против папской власти. Считал, что папа римский должен подчиняться светской власти в политических вопросах, а в религиозных должна решать совместная церковь вопросы. То есть папа подчиняется собору, допустим. Это что-то такое близкое достаточно к протестантизму, который потом в Англии победит. Вот англичане уже начинают, соответственно, что-то предангликанское рассказывать. Но его за это осудили, поскольку тогда авеньонский двор этот папский очень резко ко всему этому относился, особенно к посягательствам на их власть политическую. Его даже посадили, в авеньон его вызвали, там допрашивали, посадили. Он бежал к Людвигу Баварскому, о котором я рассказывал в 1328 году. А Людвиг Баварский возглавлял всю оппозицию католической церкви. К нему перебежал и Марсилий Падуанский. И они вот там все писали, и ученики тоже Акама бежали. Они писали там всевозможные тексты против католической церкви, во многом готовя протестантизм. Жан Буридан, о котором я ранее рассказывал, ученик Акама. Вот они всей логикой занимались. Акама известен бритвой Акама, то есть что не нужно делать дополнительных утверждений, если мы можем как-то просто объяснить. И как раз под бритву Акама, как правило, попадали абстрактные понятия, потому что они обобщают же какие-то индивидуальные. Соответственно, у индивидуальных бытие более подлинное получается по Акаму. У него Бог тоже получается полный произвол творит, так как идей нет, даже нет идей и в Боге. То есть идеи универсалий – это какая-то отдельная вещь, обобщающая другие вещи, и она отдельно от вещей производится. Соответственно, Бог полностью творит, что хочет, даже нет каких-то правил, которые предшествовали бы действиям Бога. Единичное не может познаваться общими понятиями, а только непосредственно созерцается. Так как у нас язык – это понятие, получается, что вот это единичное, оно не описывается никак. То есть вот просто вот то, что просто без всяких описаний существует, так у него получается. Но вот без описания оно и не воспринимается, почему я этого и не придерживаюсь. Без описаний нельзя и ничего сказать о нем, а его и нет. Ну вот получается тогда интуитивное познание у Акама предшествует абстрактному, то есть неким интуитивным образом в чувственном опыте воспринимаются вещи. Я не знаю, как они там воспринимаются, потому что они описываются. А потом уже, значит, они обобщаются. Вот он номинализм. Универсалии – это знаки в уме, это просто знаки, просто слова, которые сами по себе тоже единичные. То есть они просто… это один знак, который обозначает что-то другое. Соответственно, он их делит на естественные и условные. Естественные знаки – это обозначение единичной вещи. Допустим, вот именно вот эта вот крошка там. А условные – это вот как раз условные знаки, которые обобщают, как бы, да. Ну и там дальше он классифицирует первые интенции ума, вторые интенции фактически дальше. Дальше он сводит все к семиотике, то есть один знак другой обозначает. Описывает субпозиции, то есть подстановки одного знака вместо другого знака. Причем три типа субпозиции – материальная, персональная и простая. При персональной подстановке, значит, как раз термин обозначает нечто единичное. То есть это вот подлинное, как бы. Но с этим мы работать никак не можем, потому что мы единичный не можем как-то в деятельности использовать, если мы его признаки не обозначим. Ну и вот там дальше идут материальные подстановки, допустим, термин вместо термина простая подстановка и так далее. То есть дальше какая-то терминология есть, но она тоже как бы, тоже она единичная и реальным существованием только вот объекты обладают, а термины это уже как бы, это тоже объекты единичные, которые друг с другом дальше контактируют. Как-то вот так, если просто. А если в его терминологию не вдаваться, то он отрицает рациональность мира. То есть если классическая схоластика все-таки, следуя за Платоном, Аристотелем считала, что мир через идеи устроен как некая иерархия рациональная, да, и на это опирался и Фома Аквинский, то поскольку он отрицает связь между вот этими иерархиями логическими и миром, номинализм, да, у него получается, что мир полностью нерационален, Бог полностью нерационален, ничего от Бога требовать нельзя, как уже Идун Скотт, я пересказывал уже. Бытие это единичное, концептуальные концепты это другое, они не формируют бытие, они противопоставлены бытию, и фактически они обманывают концепты, да. Вот. Ну вот это как раз иеррационализм, из которого потом пойдет вся вот эта иеррациональная, в принципе, традиция философии западной. Ну сама проблематика поставлена, да, как восприятие связывается с знаками, и она у него поставлена скептически, то есть что со знаками они фактически не связываются никак, знаки это отдельный какой-то мир, вот реальность. Ну вот вкратце, в общем-то, о бокаме. В основном он работал, естественно, в логике и вот в семиотике. Считается одним из основателей эпистемиологии, ну как все скептики, он больше ставит проблемы, чем их решает, как мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!